Девушки отдыхают Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан В деле производства банкнота и другой защищенной полиграфической продукции не может быть незначительных деталей и мелочей. И, соответственно, конкурентное преимущество банкнотной фабрики складывается из целого комплекса показателей. Это правильный выбор оборудования и технологий. Это квалификация профессионалов, работающих у нас. И построение социально ответственного бизнеса. Исторической предпосылкой открытия банкнотной фабрики стал волевой указ президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 26 мая 1992 года номер 789 о создании печатной фабрики Национального Банка Республики Казахстан. Комплекс по производству национальной валюты было решено создать в городе Алматы, ныне Алматы. Уже 2 июня 1993 года президент страны Нурсултан Назарбаев открывал цех по выпуску ценных бумаг. Официальная церемония открытия банкнотной фабрики состоялась 19 мая 1995 года. На сегодняшний день мы работаем по 3 направлениям. Первое – это производство банкнот. Второе – это производство другой защищенной полиграфической продукции. К ним относятся паспорта, учетно-контрольные марки на алкоголь, акцизные марки на табак, сертификаты образования, лицензии на разрешительную деятельность и так далее. То есть вся та масса необходимых документов для государства. Из декабря 2010 года мы освоили выпуск новой продукции на поликарбонатной основе, так называемой ID-карты. Это электронные удостоверения личности. И наши технологические линии позволяют выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам защиты нашей отрасли. Дизайн-студия Участок компьютерной графики – это не только создание дизайна ценных бумаг, сертификатов, акций и государственных документов. Именно здесь создается облик всей продукции, которая напрямую связана с доступом к материальным средствам и ценностям. Дизайн-студия фабрики позволяет создавать шедевры полиграфического дизайна с высоким уровнем защиты от подделок. На участке компьютерной графики и дизайна используются современные дизайнерские программы GS Layout 5 и GS Engraver 5 по защите и созданию ценных бумаг и банкнот. Данные программы приобретены у одного из признанных мировых лидеров по созданию программного обеспечения для защищенной продукции компании Jura GSP GmbH. В чем же отличие данного ВПО от обычных дизайнерских программ широко используемых полиграфии? Программы банкнотной фабрики состоят из многочисленных модулей. Каждый модуль опирается на математические значения, при изменении которых возникает новая структура защитных элементов. Изменяя лишь одно значение, можно добиваться все новых и новых возможностей защиты. Ни одна, даже самая современная типография не имеет подобного оборудования. Уникальные программы не используются в коммерческих целях. Они могут приобретаться только специализированными предприятиями, которые выпускают банкноты и защищенную продукцию. И это обеспечивает отдельную защиту заказчика от подделок. Модули данной программы позволяют создать совершенно уникальные элементы защиты. Такие как нестандартные шрифты, неровные по высоте и ширине прыгающие буквы, микротекст, линии с изменяющейся толщиной, контрольные коды, модуль, который с помощью математических формул строит замысловатые фигуры из линий и многое другое. Подделать такую защиту совсем непросто. Обратите внимание на эти рисунки. Они демонстрируют небольшое увеличение в 20 раз. Такое увеличение как в коммерческой типографии, так и при помощи оборудования банкнотной фабрики почти ничем не отличается. Но при увеличении в 100 раз. Видите, какая разница в плавности линий и краях? На рисунке слева они ровные, а на рисунке справа ступенчатые. Вы спросите, почему? Это зависит от того, сколько точек находится в линии. Оборудование банкнотной фабрики переносит изображение с фотонаборного аппарата Doliv 800 with Quad или CTOP 2KBA прямо на пластину с разрешением 10160 dpi. Это уникально высокое разрешение. Для сравнения, обычные типографии работают с разрешением от 2400 до 4200 dpi. Также одним из преимуществ банкнотной фабрики является использование системы CTOP. Комплекс позволяет сохранить качество при изготовлении оффсетных форм с файлов на пластину, так как минует этап копирования с фотоформ. Иными словами, комплекс CTOP 2KBA – это система компьютер-печатная форма. Она была разработана специально для удовлетворения потребностей рынка печати с высокой степенью защиты. Комплекс позволяет экспонировать в разрешении 10160 dpi на термальные пластины влажного оффсета, цифровые пластины, пластины с углеродным покрытием сухого оффсета, многошаблонные и флексографические пластины, а также абляционные пленки для изготовления аналоговых экранов и шаблонов. Вторым важнейшим преимуществом банкнотной фабрики является использование системы CTIP. Этот комплекс также работает по системе компьютер-печатная форма. Комплекс позволяет создавать защитные элементы интаглио-формы посредством 3D-модуля – программы GSLayout. Далее файлы передаются с участка компьютерного дизайна на участок изготовления. Методом лазерного гравирования изображение переносится на полимерную пластину. Далее с полимерной пластиной гальваническим процессом изготавливаются никелевые интаглиопластины. Устройство CTIP может гравировать с разрешающей способностью до 10 000 dpi. Чем меньше пиксель, тем больше время гравировки и выше качество. Банкнотное производство Это стандартная бумага. Она доступна всем типографиям и набор функций здесь минимальный. А вот для банкнотной фабрики Бумага – это комплекс защитных элементов. Для такого специализированного производства используют особые сорта со своим специфическим набором свойств. Блеск, хруст, защитные волокна, водяные знаки, которые изготавливаются исключительно по заказу банкнотной фабрики. А главное – значительно отличается состав бумаги. Коммерческие типографии используют бумагу из древесной целлюлозы. Банкнотная фабрика пользуется бумагой из хлопка. В деле изготовления банкнот также огромную роль играет техническое оснащение производства. Сочетание уникальных возможностей овсетного, трафаретного и интаглио-печатного оборудования дает прекрасный результат как в эстетических, так и в защитных свойствах печатной продукции, выпускаемой на предприятии. Делает ее соответствующим международным требованиям, предъявляемым к выпуску ценных бумаг. Рассмотрим все возможности допечатного, печатного и отделочного производства банкнотной фабрики на примере домашней банкноты Марко Поло. Степени защиты, выполненные при возможностях овсетной машины. Сквозной регистр, рисунки, напечатанные на лицевой и оборотной сторонах, при наблюдении в проходящем свете они точно совмещаются. Невидимое изображение элемента карты, нумерация, отпечатано специальной краской, светящейся только под ультрафиолетом. Разноразмерный микротекст с плавным изменением цветовой гаммы. Ирисная печать. Калейдоскоп. Узор из разнонаправленных линий с антикопировальным эффектом. Изображение портрета Марко Поло выполнено волновым изменением линий. Степени защиты, выполненные при возможностях интаглио-машины. Тактильный элемент. Изображения птиц выполнены способом глубокой гравировки интаглио-форм. Мультитоновое интаглио. Эффект достигается благодаря изменению глубины гравировки, что позволяет добиться многотоновых визуальных эффектов. ОУВИАЙ. Элемент защиты, изменяющий цвет при изменении угла зрения. Позитивный интаглио-микротекст. Негативный интаглио-микротекст. Интаглио-краска, невидимая под инфракрасным излучением. Степени защиты, выполненные при возможностях шелкографской машины. Иридисцентная печать. При изменении углов освещения элемент меняет свой цвет или становится невидимым. Спарк. Оптический защитный элемент. При изменении угла наклона банкноты меняется цвет элемента. Кроме изменения цвета дает яркие насыщенные цвета с выраженным эффектом трехмерности изображения. Оборудование банкнотной фабрики также позволяет наносить разные виды нумераций. Высокую. С разными начертаниями шрифтов. Инжекторную. И наносимую путем механической и лазерной перфорации. Абсолютно все оборудование снабжено внутренними системами контроля качества. И, конечно же, в арсенале предприятия имеется все необходимое оборудование для упаковки продукции. Производство прочей защищенной продукции и паспортов. Помимо банкнот, банкнотная фабрика выпускает и прочую защищенную полиграфическую продукцию и паспорта. Имеющиеся офсетные печатные машины позволяют производить продукцию с рулона на рулон, а также с рулона на листы. Основой для печати может служить как бумажная, так и синтетическая основа. Высокозащищенная продукция представлена большим разнообразием видов. Акции, векселя, лицензии, облигации, сертификаты, воинские билеты, различные государственные свидетельства, аттестаты, дипломы, учетно-контрольные марки на алкогольную и акцизные марки на табачную продукцию, товарно-сопроводительная документация, в том числе и на самокопирующейся бумаге, продукция, отпечатанная с рулона на рулон, до пяти красок, продукция с баркодом, штрих-кодом, продукция на бумаге, склеивая с новой. И этот список с каждым годом увеличивается. Особенно стоит обратить внимание на бланки паспортов. Рассмотрим все возможности производства защищенной продукции на примере демонстрационного паспорта. Паспорт имеет несколько степеней защиты, которые можно подразделить на виды. Все защитные элементы введены при разработке дизайна с учетом возможностей как печатного оборудования, так и методов полиграфической защиты от подделки, применяемых на банкнотной фабрике. Задумка расположения каждого элемента связана с использованием различных технологий в соответствии с последующей обработкой, персонализацией и эксплуатацией паспорта и выполнены согласно требованиям ИКАО. Для изготовления паспорта используется специальная бумага, содержащая комбинацию защитных элементов. Вот некоторые из них – пиксельный водяной знак калибри с визуальным эффектом 3D, комбинированный с традиционной филигранью цветок. Нумерация страниц воспроизводится электротайпом. Также в бумагу встроены невидимые гелиты, проявляющиеся при ультрафиолетовом свечении зеленым и оранжевым цветом. В структуру бумаги внесена защитная магнитная нить. Она видна при просмотре в проходящем свете, как сплошная линия и считывается специальным оборудованием. Изображение калибри на форзации выполнено интаглио-способом с применением краски OVI, которая в зависимости от угла зрения меняет свой цвет от зеленого к золотому. Латентное, скрытое изображение. Множество парящих птиц создают неповторимый узор в сине-зеленом квадрате. В нем можно увидеть год выпуска данного демо-паспорта. На форзаце также можно увидеть микротекст, тангир и мультитоновый узор из парящих птиц, выполненные интаглио-печатью. По краям форзаца находятся так называемые высокотактильные линии, выступающие и чувствительные на ощупь. С помощью таких линий возможно наносить информацию для незрячих и слабовидящих людей. Визовые страницы защищены антикопировальными эффектами. Разнонаправленные линии в области этапов полета птицы калибри к цветку, линии с изменяемой толщиной линий и рельефным изображением. Слово-паспорт и ветви дерева в машиночитаемой области. Микротекст. Эффект затухания в области нанесения фотографии. Постепенное изменение толщины линии до невидимой. Изображение в ультрафиолетовых лучах. Гильоширные элементы. Расположены в верхних уголках визовых страниц под цифрами, обозначающие номера страниц. Ирисовая печать. Специальный вид печати, при котором наблюдаются плавные изменения цвета при переходе от одной краски к другой. На банкнотной фабрике справедливо считают, что в деле создания защищенной продукции следует руководствоваться главным принципом. Каждый элемент должен быть использован для защиты. Именно поэтому, помимо всего вышеперечисленного, буклет паспорта сшивают флюоресцентными нитями двойного или тройного кручения. Наносят на обложку элементы тиснения фольгой. Нумерация паспорта осуществляется рельефной печатью с помощью карбонной ленты. А серия и номер паспорта наносятся с помощью лазерной перфорации. Производство продукции на пластиковой основе. Сегодня время диктует свои условия. Научно-технический прогресс и новый образ жизни обусловили появление электронных документов. В связи с этим в декабре 2010 года в цехе ценных бумаг был организован новый участок по изготовлению ID-карт. На банкнотной фабрике налажена цепочка по изготовлению ID-карт гражданина Республики Казахстан. Оборудование позволяет производить продукцию на пластиковой основе как со встроенным чипом, так и без него. С магнитной полосой, с голограммой, контактные и бесконтактные пластиковые карточки. Рассмотрим все возможности производства защищенной продукции на пластике, на примере демонстрационного удостоверения личности. ID-карт состоит из нескольких слоев. Именно их совмещение позволяет полноценно функционировать готовому продукту. Гильоширный элемент 70 микрон, выполненный из линии с применением специальных математических алгоритмов. Микротекст Казахстана Республика Сэ с высотой букв 260 микрон. Рамка, расположенная по периметру карточки, выполнена линейным растром с модуляцией толщины линий в виде национального орнамента. Ирисный раскат. Тангирная сетка, выполненная из линий 70 микрон, с применением специальных математических алгоритмов, скомбинирована с рельефным изображением слова «Казахстан». Государственный флаг Республики Казахстан выполнен из символов в виде звездочек. Элементы, распознаваемые под ультрафиолетовым излучением. На оборотной стороне изображена карта Республики Казахстан, выполненная трафаретным способом печати оптикопеременной краской OVI, при изменении углов освещения, меняет свой цвет с зеленого на золотой. Внедряемый чип. Новая технологическая цепочка позволяет расширить спектр выпускаемой продукции и выпускать ID, GSM и MV банковские карты. Банкнотная фабрика – это современное казахстанское предприятие, имеющее прочную репутацию на мировом рынке. В 2007 году банкнота номиналом 10 тысяч тенге на Currency Conference была признана лучшей банкнотой мира. В 2011 и 2012 году банкноты номиналом 5 тысяч и 10 тысяч тенге были признаны также лучшими банкнотами мира в Международной Организации Мумизмата. Качество нашей продукции обеспечивается целым комплексом мер. Это системы менеджмента качества, внедренные по международным стандартам в части управления качеством, в части управления охраны труда, в части экологической безопасности и информационных систем безопасности. Естественно, это включает входной контроль качества поставляемых материалов и выходной контроль отгружаемой продукции. То есть это многоступенчатый целый комплекс мер, который позволяет обеспечить качество продукции на всех этапах производства. Банкнотная фабрика открыта для любых новаций. Мы готовы предложить комплексные решения любой сложности, применяя инновационные защитные элементы, используемые как на блокнотах, так и в других бланках строгой отчетности. Мы искренне верим, что наш опыт от разработки дизайна до выпуска продукции может стать вашим конкурентным преимуществом. Продолжение следует... Продолжение следует...